дорогие друзья из вечернего декабрьского зимнего махмутлара в прошлом видео я вам обещала что мы сходим на рождественский рынок так вот я сейчас иду на рождественский рынок но у меня закралось сомнение что время ближе к 6 и возможно он уже будет закрыт поэтому если мы не увидим рождествен рынок махмутларе хотя бы вам покажу как выглядит махмутлар зимой начали зажигаться огни в общем несмотря на то что на улице холодно становится более или менее здравствуйте становится более или менее тепло так или иначе вот огней украшла разговаривала с нами и познакомилась видите женщины из москвы которая приезжает в аланье уже третий год ну так наездами как она сказала и очень нравится жить махмутларе потому что здесь она отдыхает от народа от суеты почему так вот зимой катается на велосипеде махмутларе на самом деле проживает очень много русскоговорящих поэтому когда идешь по улице и что-то снимаешь все на тебя смотрят поскольку понимает что ты говоришь в общем друзья как и говорила иду на рождественский рынок также сказала этой женщины про рождественский рынок она тоже завтра сходит посмотрит в общем сейчас по и перед рождественским рынком еще постараемся зайти кафе точнее зайдем кафе посмотрим открыто ее кафе или нет в описании к видео ссылка на нашу встречу которая была два года в общем пока еду мне стало уже достаточно жарко но ладно разоблачаться не буду потому что ветер холодный нос прям мерзнет в общем давайте с вами вместе гулять по вечернему махмутлару переворачиваю камеру и показываю вы зажглись уже вывески огни и сейчас около многих магазинов стали ставить вот такие вот сердечки с названием компании и сердечком чтобы в нем можно было сфотографироваться раньше я жила в этом районе махмутларе я на самом деле жила практически три года я жила друзья мы с вами проходим очень знаменательное место когда я приехала в турцию приехал в турцию я на самом деле работать меня пригласила сюда одна анталийская фирма и первые три недели когда я приехал сначала в анталью а потом в махмутлар наш офис находился в кестле я жила вот в этом отеле три недели я жила в отеле sonos alpina и после того как фирма нашла мне квартиру я съехала из отеля и уже жила на квартире потом ту квартиру я поменяла на другую квартиру поменьше и об это была квартира 1 плюс 1 и потом квартира 1 плюс 1 я поменяла на квартиру 2 плюс 1 потрясающем комплексе в одном из видео я показываю и после этого мы уже поженились и ханом переехали в тосмур и потом из тосмура мы переехали мы переехали уже в центр в центр алани вот в каком-то из этих домов мы жили сейчас уже даже не вспомнил а нет в каком-то из этих домов а нет чуть дальше чуть дальше по чуть дальше по это мутларе также стоят вот такие вот ящики куда вы можете отдавать одежду обувь в хорошем состоянии игрушки книжки и мэрия дальше отдаст их нуждающимся раздаст нуждающимся людям махмутали конечно настроили очень много новых комплексов некоторые улицы я даже не узнаю город конечно спустя восемь лет восемь лет назад я сюда приехал город очень сильно изменился дорогие друзья с третьей попытки мы попали кафе и представляете у афет завтра день рождения поэтому обязательно поздравляйте ее с днем рождения под этим она не угостит винегретом который приготовила сама и мы с ней пообщаемся в общем друзья я в махмутларе видео прошлое с афет в описании а сейчас давайте пройдем к ней в кафе я думаю что многие из вас уже были у афет знают и а кто не был обязательно кафе афет называется комогена чекёфты и здесь она делает чекёфты наверно самые вкусные чекёфты которые есть в алании что такое чекёфты сейчас мы узнаем афет наша звезда звезда ютьюба так чекёфты афет расскажите чекёфты чекёфты что это такое из чего они состоят вот это вот смесь которая у вас они бывают острые и не острые с острый и не острый основной ингредиент это булгур орех миндаль фундук 21 специя и они к вам приходят вот таких колбасках колбаса я знаю что вы фанатка чекёфты и вы открыли это кафе потому что вы фанатки чекёфты так я очень люблю очень-очень это мой завтрак обе ты уже но в них же очень много специй это не вредно для желудка нет нет он даже очень помогает пищеварения дитут в основном каждый день 5 штучек советуют есть да ничего себе а почему почему вот именно почему именно чекёфты с первого взгляда кажется что там намешалось намешано всего много специи все которые очень полезны для желудка булгур основная полезнее чем рис а булгур да полезнее чем рис на самом деле а специи что там перец черный перец зеленый перец сушеный помидоры свежие помидоры в томатном виде помидоры также сушеный свежие лук и зеленый лук репчатый травы как на русском майданоз далёту ну да все эти тра как они называются травы до петрушка укроп мятая много пересчитать их афет расскажите пожалуйста про себя вы турчанка но так но прекрасно говорите по-русски кто вас еще не знает вы родились в анкаре да родилась в стамбуле а родной город это конья конья да думаю уже все знаете да но в описании в описании к видео я оставлю ссылку на прошлое видео поэтому кто не знает пускай смотрит да а чекёфты в чекёфты дюрюмы добавляют еще солёный огурчик да солёные огурцы свежие огурцы морковка помидоры перцы разные и конечно же салат вот такой вот естественно айсберг айсберг он обязательно должен там будет это основная чекёфты чекёфты обычно едят с шалгамом в одном из видео я вам показывала красную морковь с рынка вот именно из этой моркови а что еще входит сюда в состав соль и просто морковный сок и морковный сок он тоже очень помогает для пищеварения пускай забьют в ютуб и в google чёрная морковь шалгам вот как есть так напишут и на русском и на турецком на любых языках будет описание для чего он полезен но я на самом деле не очень люблю вкус очень странный такой разве привыкнуть к чекёфте надо привыкнуть да у меня есть клиенты которые пока я им делаю здесь о русских идёт речь они открывают литровую бутылку пока я им делаю чекёфты они уже её выпивают выпивают да так всё лето и выпивают а еще есть и чекёфты и чекёфты тоже кто если когда вы приезжаете в Турцию обязательно попробуйте и чекёфты тоже очень национально да это национально очень вкусно его тоже очень любят там мясо молотое орех и жареный лук его жареный а вот это вот сверху это тесто или что это это уже булгур а тоже булгур а внутри мясо да и чекёфты очень вкусные а откуда пришла форма вот именно так в руке сжимать почему именно в руке это фирма это по-другому невозможно её ведь самая хорошая форма подходящая это вот глины вот такие сухатели угу котлетки такие можно взять не дюрём а можно взять вот например такую порцию и к ней вам дадут лаваш лаваш салат что ещё перец лимон да и дома можно свернуть острый соус гранатовый соус и дома можно свернуть сделать собственноручно дюрюм или с салатом тоже кладут в салат маленький кусочек и просто с салатом едят без теста это гранатовый соус это острый соус кто может и капусточка и лимон ставится порция готова 8 лет я не ела винегрет и вот такие вкусные баклажаны афет приготовила в общем когда придешь к афет у нее просто праздник живота кто хочет чекёфты а у вас еще есть дюрюм из курицы конечно дюрюм из курицы если вы не едите чекёфты дюрюм из курицы это просто это русские называют их божественными как шаурма да очень вкусный а меня сегодня угостили винекретиком это невероятно пузырь дорогие друзья вы хотели чтобы я пришла к афет вот я пришла к афет и мы проболтали сколько? 3 часа точно 3 часа да еще не закончили продолжение следует продолжение будет завтра завтра да поэтому до новых встреч до завтра афет передавайте всем привет всем огромный привет кого люблю кого знаю кого не знаю всем огромный привет и с наступающим новым годом да всем всего хорошего пока